Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз» церковный календарь. Сегодня пятница, пятая седмица Великого Поста. 31 марта по новому стилю или 18 по старому. Совершается литургия прежде священных даров, а вечером на утренние субботы поется единственный акафист, входящий в годовой богослужебный круг – акафист Пресвятой Богородицы. И сегодня мы творим память. Святых III и IV веков, мучеников Трофима и Евкарпия, святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, преподобного Анина Халкидонского, пресвитера, священномученика Дмитрия Розанова, пресвитера и преподобномученицы Наталии Баклановой, пострадавших в 1938 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы познакомимся с житием удивительного преподобного подвижника. Мы не знаем, когда точно в первом тысячелетии родился в Халкидоне в христианской семье преподобный Анин Монах. После смерти родителей он в 15-летнем возрасте удалился в монастырь, где принял иноческий постриг. В поисках полного безмолвия он ушел вглубь пустыни, где река Ефрат отделяла Сирию от Персии. Там он повстречал старца Майюма и поселился вместе с ним. Оба подвижника проводили в посте очень строгую жизнь. Святой Анин ежедневно издалека из Ефрата носил питьевую воду. Однажды он вернулся с полными кувшинами ранее обыкновенного, ибо ангел Господень наполнил сосуды водой. Старец Майюм понял, что его ученик достиг высокого духовного совершенства и просил святого Анина быть его наставником. Но тот по своему смирению отказался. Впоследствии старец переселился в монастырь, чтобы не заставлять служить себе святого, а преподобный Анин остался один в пустыне. Постоянными подвигами святой победил в себе страсти и удостоился дара исцеления и прозорливости. Даже дикие звери повиновались и служили ему. Куда бы ни пошел святой, за ним следовали два льва, одному из которых он исцелил язву на лапе. Молва о святом распространилась по всей округе, и к нему стали приходить больные и одержимые злыми духами, прося исцеления. Вокруг святого собралось также несколько учеников. Один раз на 17-м году его подвижничества к святому пришли несколько человек и просили чем-нибудь утолить жажду. Надеясь на силу Божию, преподобный послал одного из учеников к высохшему колодцу. Чудом Божиим колодец наполнился доверху, и этой воды хватило на много дней. Когда вода кончилась, преподобный не дерзнул снова просить чудо Божие для себя, а стал ночами сам носить воду из Ефрата. Епископ Неокисарийский Патрикий неоднократно посещал преподобного и посвятил его воприсвитера, хотя смиренный подвижник не решался принять священный сан. Узнав, что святой сам издалека носит воду, епископ Патрикий дважды дарил ему ослов, однако преподобный каждый раз отдавал их бедным и продолжал носить воду сам. Тогда епископ велел выкопать большой колодец, который время от времени наполняли, пригоняя ослов из города. Как-то раз святой Анин прозрел о желании одного монаха-столпника, подвязавшегося далеко от него, сойти со столпа, чтобы пожаловаться в суд на разбойника, ранившего его камнями. Святой Анин написал столпнику письмо, наставляя его не делать задуманного. Письмо преподобного было доставлено столпнику, прирученному львом, и вразумило его. Другой раз одна благочестивая женщина, заболев, отправилась к преподобному Анину просить его молитв. На пути ее встретил разбойник. От безысходности женщина призвала на помощь преподобного и воскликнула «Святый Анине, помоги мне!». На разбойника внезапно напал ужас, и он отпустил женщину. Придя к преподобному, женщина рассказала ему обо всем и получила исцеление. А раскаившийся разбойник тоже пришел к преподобному, принял крещение и постригся в монахи. Глубоким старцем 110 лет святой предсказал время своей кончины и указал собравшейся братье своего преемника по игуменству. Перед кончиной святой Анин беседовал с явившимися ему в видении святыми пророками и со словами «Господи, приими дух мой!» Святой отошел ко Господу. Братья и сестры, это житие было написано вскоре после смерти святого, так как в нем говорится, что многие люди, получившие от преподобного Анина исцеление, еще живы. В мире веры иногда трудно отличить вымысел от правды. Если научные данные всегда повторимы, то чудеса веры почти всегда единовременны. И если фиксировать совершение чудес, то часто у составителя описания возникает соблазн приукрасить, добавить любимому святому святости и приумножить чудеса. Это проблема, с которой мы вынуждены мириться, потому как если мы будем бороться с неправдоподобностью в житии, то, как говорится, вместе с водой выплеснем и ребенка. Говоря о вере и чудесах, на ум приходит один эпизод жития святителя Луки Война-Ясенецкого, крымского. В одной из своих дальних ссылок святитель получил корреспонденцию через человека по фамилии Константинов. Они попутно решали некоторые бытовые вопросы, речь шла о продовольствии и о деньгах. Беседуя с Константиновым, владыка Лука вдруг добавил, «Господь Бог дал мне знать, через месяц я буду в Таруханске». На лице Константинова отразилось недоумение, и владыка, покачав головой, заметил «Вижу, вижу, вы неверующий, вам мои слова кажутся невероятными, но будет именно так». Через полторы недели Константинов вторично побывал в Плахине, но владыке Луки к тому времени там уже не оказалось. Ссыльного увезли в Таруханск. Сам владыка Лука тоже писал в автобиографии о том времени, но чуть иначе, смиренно скрывая чудесное предсказание. «Только в начале марта Господь неожиданно послал мне избавление. В начале Великого Поста в Плахина приехал нарочный из Таруханска и привез мне письмо, в котором уполномоченный ГПУ вежливо предлагал мне вернуться в Таруханск. Я не понимал, что случилось, почему меня возвращают в Таруханск, и узнал, только вернувшись туда. Оказалось, что в Таруханской больнице умер крестьянин, нуждавшийся в неотложной операции, которой без меня не могли сделать. Это так возмутило туруханских крестьян, что они вооружились вилами, косами и топорами и решили устроить погром ГПУ и сельсовета. Таруханские власти были так напуганы, что немедленно послали ко мне гонца в Плахина. Братья и сестры, мир веры удивителен и прекрасен. Живя с Господом, чудеса поджидают нас на каждом шагу, и не надо лишнего скепсиса. Даже в самых древних житиях мы встречаем самые удивительные события, которые могут показаться нам невероятными, как товарищу Константинову показались невероятными слова святителя Луки. Преподобни, отче Анини, моли Бога о нас. Всего вам доброго, дорогие телезрители! Субтитры создавал DimaTorzok